Добрый день, друзья! Сегодня с вами снова я, Леонид Филевич, и судя по моей экипировке, будем мы сегодня с вами говорить о футболе, а точнее о мини-футболе. Так все-таки мини-футбол или футзал, или футбол в зале. Давайте мы сейчас с вами расставим акценты на этих понятиях. Дело в том, что правильнее и лучше сказать, что футзал и мини-футбол это слова-синонимы, потому что если уходить в дебри, надо вспомнить о том, что есть международная ассоциация футзала, есть футзал FIFA. Мы с вами будем сегодня говорить о футзале FIFA. В 30-х годах в Латинской Америке стал широко популярен футбол в зале, или как мы сейчас говорим, футзал. Одними из проповедников футзала в Европе считаются австрийцы. Один из руководителей команды австрийской на чемпионате мира в 1958 году увидел, как бразильцы тренируются в зале. Привез эту игру в Австрию, стали играть студенты, школьники, рабочие, в общем-то масса молодежи стала играть в этот футбол. Первый чемпионат мира состоялся в 1989 году и, как можно предполагать, первыми чемпионами мира стали бразильцы. Бразильцы на сегодняшний день безусловные лидеры в мировом футзале. Пять раз они уже становились чемпионами мира. И вот в сентябре снова будет очередной чемпионат мира в Колумбии, где бразильцы постараются третий раз подряд снова стать чемпионами мира. В Европе это, конечно, сборная Испании безусловный лидер. Семь раз испанцы становились чемпионами Европы. Ну, а сейчас давайте ближе познакомимся с особенностями мини-футбола. Несколько слов об экипировке игрока. Футболка, шорты, гетры, щитки. И, пожалуй, главное отличие от большого футбола – это обувь. Для мини-футбола применяются специальные буты, мы их называем футзалы, которые приспособлены для игры на жестком покрытии. Ну, жесткое – это деревянное покрытие, специальное покрытие, но желательно не такое, как вот здесь. Игра проводится на стандартной мини-футбольной площадке. Стандарт считается 40, длина 20 метров, ширина. Допускается отклонение минимально 15 на 25, максимально 38 на 42 метра. Но стандарт, как я уже говорил, 20 на 40. Ворота. По сравнению с большим футболом в мини-футболе ворота меньше. 3 метра в ширину, 2 метра в высоту. Мяч, которым играют в мини-футбол, он меньше обычного футбольного мяча. У него другой отскок, не такой большой, как в большом футболе. Легче, весом в среднем 430 грамм. Количество игроков на площадке. В мини-футболе играют 2 команды, в каждой команде по 5 игроков. Один вратарь и 4 полевых игрока. Каждый игрок играет в атаке, каждый игрок играет в обороне. Одним словом, команда вся и атакует, и защищается. Количество замен не ограничено. В любой момент, любой игрок может быть заменен. Для этого надо всего-навсего дать сигнал судье. Игру судят 2 судьи. Один судья считается первым, другой считается вторым. Есть еще третий судья, который является помощником первых двух. У него свои особенности, свои требования к нему предъявляются. И хронометрист, который ведет учет игрового времени. Время, в которое проводится игра, по стандарту, это 2 тайма по 20 минут чистого времени. Еще один такой интересный нюанс. Существует понятие нарушения правил. Так вот, как и в большом футболе, за нарушение правил в шрафной площадке пробивается пенальти. 6-ти метровый пенальти. Здесь, к сожалению, разметка не соответствует стандарту. Обычно проводится полукруг размером 6 метров. И вон вы видите отметка для пробития 6-ти метрового пенальти. Но есть своя особенность в мини-футболе. Так называемый дабл пенальти. То есть, по ходу игры накапливаются командные нарушения. И вот после пятого командного нарушения, шестой пробивается без защиты. То есть, своеобразный пенальти. Но пробивается он уже с расстояния 10 метров. Введение мяча из-за боковой осуществляется ногой. Ставится мяч и ногой вводится мяч. Вратарь вводит мяч в игру руками. Время, отведенное для введения мяча вратарю, или с углового, или из-за боковой, дается всего 4 секунды. Игроки защищающейся команды должны отойти от мяча и позволить осуществить удар на расстояние не менее 5 метров. Как мы знаем, в большом футболе это 9 метров. Ну вот, пожалуй, основные особенности, отличающие мини-футбол, футзал, от большого футбола. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok